Всем привет, с вами Даша Кей, и это мой новое видео. И в этом видео я показываю лучшие продукты за последнее время, в данном случае сезон, которые использую регулярно в своей ежедневной рутине. И, наверное, самой лучшей находкой весны-лето этого года, это были вот такие вот салфетки. Это те салфетки, которые действительно очищают поры. Одну-две салфетки я наношу на нос, накрываю пищевой пленкой или целлофановым пакетом. Через 5-10 минут беру петлю и просто прохожусь, и соскребаю все черные точки и тяжи, или как они там. Это средство очень хорошо перед мероприятием, потому что после этого тональный любой ложится просто идеально. Я их как-то показывала уже в видео, и если кто-то купил их по моему совету, то напишите в комментарии, работают они на вас или нет, но на мне они 100% работают, и это абсолютно must have. Редко использую кремовые тени, но если я их использую, то это обязательно либо стила, либо эстрад. Эстрад бюджетный и подходит на каждый день. А стила типа для праздника, если вы боитесь блесток, но на самом деле я иногда носила их на каждый день. Эти тени создают мокрый эффект на глазах, хайлайтер имеет свойство пропадать в течение дня, а тени кремовые останутся. Это нюдовая палетка Too Faced, которую я использую почти ежедневно, но из-за того, что она большая, ее неудобно возить с собой, это единственный ее минус. Но не всегда я хожу на жестком нюде, иногда я делаю себе розовый оттенок на глазах. Тогда я использую палетку Off Tropic, мне нравится именно этот оттенок розового, он красиво смотрится на моих глазах. На губах у меня сейчас и почти постоянно помада от H&M, я не думала, что помада из H&M может завоевать мое сердце. Оттенок 38, стокгольм, небольшой слой. Зацелованный эффект губ мне помогает создать тинт от Lime Crime в оттенке Cola, это Plushes. Просто берешь на пальчик, промакиваешь. Я обожаю бронзировать лицо и смешивать это немного с контурингом, получается очень естественно, и мне кажется, это тренд этого лета. Чтобы не использовать холодный скульптор, можно использовать бронзер, который я наношу на всю периферию лица. Чаще всего я использую палетку Urban Decay. Как вы можете заметить, этот оттенок самый изюзанный. Это универсальная палетка для того, что текстура очень сатиновая и мягкая, легко растушевывается. Если даже где-то вы поставили точку, потом просто можно взять кисточку, чуть больше надавить и растушевать. Чаще всего волосы у меня ломаются и выпадают из-за травмирования при расчесывании. Чтобы избежать этого, кондиционирующие средства, такие как маску, спрей или крем, нужно использовать регулярно. Я протестировала линейку Pantene, укрепление от корней до кончиков, которое обещает уменьшить ломкость. И осталась приятно удивлена. Сперва я мою голову шампунем без минеральных масел и красителей для бережного очищения. После того, чтобы волосы скользили по расческе и интенсивно напитались, на 5 минут я наношу бальзамополаскивателем с витамином B7 и бамбуком, которые укрепляют волосы. Кончики меньше путаются, становясь более эластичными. Это не даст нам растягиваться и ломаться. Такой уход способствует сохранению длины и росту волос. А после мытья уже на сухие волосы, вот этот вот несмываемый крем, длинные и крепкие, как дополнительную защиту перед укладкой. Невероятно, но факт, но сейчас будут просто все позиции подряд для лица. Конечно, я не забываю про то, что я должна максимально сиять этим летом. И чтобы создавать красивый золотистый блик, мне нужен хайлайтер. У него действительно прям такое непередаваемое сияние. Я не знаю, с чем это связано. Кажется, что это обыкновенный хайлайтер, но когда наносишь его на лицо, получается совершенно другой эффект. Вот. Он может быть очень ярким, может быть не очень ярким. Вся заюзанная, уже грязненькая, потому что я ей реально каждый день пользуюсь. Это Maybelline The False Lash Leaf. У этой туши модный сейчас эффект ламинирования. Она немножечко подвивает ресницы и дает им объема. Мне нравится, когда она подсохнет, и тогда она создает еще больше объем на глазах. Пудра со вкусом персика от Too Faced. Она сладкая. Это классная матирующая пудра. Она очень хорошо работает под глазами, не делает складочки. Сильно зону под глазами не пересушивает. Если у вас есть сифора в городе, то просто зайдите, попробуйте, понюхайте, и вы влюбитесь однозначно. Вы часто спрашиваете, что за оттенок у меня на губах. Действительно часто, я не как бьюти-блогер, вы часто спрашиваете, что за трусы на мне надеты. Просто делюсь находкой. Карандаш для губ в оттенке гарда. Он настолько красивый и многогранный. Оттенок губ моей мамы из 90-х просто окей. Полупрозрачное натуральное покрытие окей. Всеми этими тональными средствами я пользуюсь. И да, они мне нужны все. Со мной все хорошо. Чудесный BB-крем от Erborean в оттенке ньют. Подходит всем. Со светлым цветом кожи, немножечко корейский эффект дает. Даже мне подходит. Главный фаворит этого лета — это Степан. Очень популярный крем. Клиника Even Better нравится почти всем моим подружкам. Чисто тональный крем. Если бы я была Ким Кардашин, я бы использовала только этот тональный крем. Но как бы это фэнти-бьюти. Байриана. Его я использую достаточно редко. Но когда нужно перекрыть лицо, сделать просто холст и нарисовать новое, я его наношу. Ну и тональник, чтобы почувствовать себя на миллион долларов. Forever Skin Glow от Dior. Когда я наношу его на кожу, появляется красивое холеное сияние, которое удержится ровно полдня. Ровно полдня я чувствую себя уверенно. Потом мне уже кажется, что тонального крема нет почти. Сияние рабочего характера, как говорится, девочки. Поехали дальше. Блеск, который завоевал мое сердечко. Это блеск от Сережи Наумова. Он не липкий, сияет и красивые оттенки. Люблю, когда брови хорошо зафиксированы. Раньше я использовала мыло, пока не нашла вот этот вот гель. Сам по себе он прозрачный, но у меня он уже серый из-за того, что я использую с помадкой. Многоразовые накладные ресницы. Это даже более экологично, потому что можно использовать до 30 раз. Они пушистые, кажется, что они нарощенные. Вот такие вот Baby Girl от Оли Романовой. Летом духота, жара. Брови должны держаться стойкой, не поплыть никуда. Вернулась к стокам оформлять помадкой. Но это не Анастейша Беверли Хиллз. Помадка от Be Special. В оттенке 4. Иногда я делаю микроблайдинг. То есть дорисовываю волосочки маркером. Это маркер от Lime Crime. Он в оттенке блонд. Это легкий крем-гель с перцем чили. Будто бы он немножечко жжет кожу, но это больше, наверное, даже охлаждение. Это очень вкусно пахнущий и действенный крем. Своё лицо я обязательно защищаю от ультрафиолета, когда выхожу на улицу. Люблю я Корею, что по делу. Это гелевая, не кремовая текстура. Никакой жирности, липкости на лице. SPF 50 и 4+, степень защиты. Это самая максимальная, которая появилась в Японии с 2013 года. И до сих пор используется. И, конечно же, мой фаворит это кисточки от Геворга. Я не люблю и не поддерживаю натуральные кисточки. Хотя они у меня есть, и я ими пользуюсь. Но, допустим, предпочтение покупки я бы отдала синтетическим кистям. Чаще всего они дольше служат и меньше выпадают. Это кисточка факела. Я не люблю, конечно, такое. Но Геворг назвала её в честь меня. Окей. Господи, я ещё люблю. Кого я обманываю? Я просто в шоке была. Приятно удивлена. Какие кисти он делает? Буду занудой, но я покажу ещё одни кисти, от которых я осталась в восторге. Это кисточки Fenty Beauty. Вот так вот берёшь и наносишь, распределяешь. И никакой Beauty Blender не нужен. Такая вот обглоданная кисть для контуринга. Просто ставишь, и она идеально подходит в мой скулу. Просто берёшь и так... Опа! Ещё мне понравилась вот такая вот книжка Urban Jungle. Больше жизни я люблю у своего кота, а потом цветы. И поэтому мне очень понравилась вот такая книжка, которую подарила мне Настя Островская була. И это всё. Вот такие вот фавориты у меня получились. Самый главный фаворит этого лета — это вот этот вот чудесный котик, которому уже 6 лет исполняется. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Надеюсь, я буду выпускать их в часе. До скорых встреч. Пока-пока! Как радостно в душе. Так радостно в душе. Моя ты курочка, моя ты нежная. Радостно в душе ей. Ты пос... Редактор субтитров А.Семкин